Всем большой привет, меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Это крутейший смартфон OnePlus 8 Pro. Это дорогой, мощный флагман 2020 года, однако и у него есть свои минусы. В чем эти минусы достаточно простые? И касающиеся фото, и касающиеся эргономики, и касающиеся экрана и так далее. Давайте я вам расскажу о 8 минусах OnePlus 8 Pro. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Если вы собираетесь покупать этот смартфон, то вы должны знать, что помимо его преимуществ, у него есть также и вполне конкретные минусы. Какие-то минусы достаточно объективные, а какие-то минусы достаточно субъективные. Я вам рассказываю свое мнение. Кстати, если вы хотите приобрести OnePlus 8 Pro со скидкой или другие флагманы, переходите по ссылке внизу в магазин Kit Brand. При покупке свыше 50 тысяч рублей и введя промокод DJFIL, вы получите скидку прямо сейчас в полторы тысячи рублей. Итак, начинаем, друзья. Первый достаточно важный минус это большой смартфон. Реально большой, 6,78 дюймов дисплей. Этот смартфон достаточно тонкий, 8,5 дюймов. Его удобно держать в руке по сравнению, например, с Mi 10, у которого толщина 9 миллиметров. Если у вас не очень большая рука, или если вы девушка, и хотите себе смартфон OnePlus 8 Pro, подумайте над этим. Он реально очень большой. Ну а так как он большой, его будет неудобнее держать в руке, им будет неудобно пользоваться. И самое главное, он в какой-то момент может выпустить. Представляете, сколько будет стоить поменять вот эту красивую матовую крышечку сзади, или еще хуже, этот Fluid AMOLED дисплей на 120 Гц. Это будет очень дорого. Конечно же, есть чехол, идет в комплекте, но он не спасет вас от всего. Следующий минус, касающийся и чехла, и смартфона, это то, что камера очень сильно выпирает. И поэтому, если вы постоянно будете класть свой смартфон вот так вот, а особенно, если это будет какая-то жесткая поверхность, ну, например, асфальт, у вас наверняка появится царапина на стекле. Будьте осторожны. Следующий момент, который тоже касается корпуса, это то, что здесь очень скругленные края. Прямо очень скругленные края. И если взять Max'а с канала розетки, он очень не любит такие скругления. Про себя могу сказать, что мне это нравится. Скругление здесь на стекле и сзади тоже, но есть большое количество людей, которым это не нравится. Следующий момент касается аккумулятора. Вы знаете, что я пользовался OnePlus 7 Pro предыдущим поколением, и в целом по аккумулятору он меня устраивал, потому что он вытягивал 6 часов экрана, а порой 7 часов экрана, то есть это было хорошо. Здесь стоит аккумулятор на 4510 мАч. Здесь есть беспроводная зарядка, быстрая беспроводная зарядка, 30-ваттная. Здесь также и быстрая проводная зарядка, она тоже на 30-ватт, то есть ваш смартфон будет заряжаться примерно чуть больше часа. Также здесь есть и реверсивная зарядка, вы ее включаете, кладете смартфон, сверху кладете Mi 10-ый, и он начинает заряжаться. Ну, чего он не показал-то? Сверху кладете Galaxy S20, и он начинает заряжаться. Это удобно. Правда, эта зарядка не очень быстрая, 3 ватта, но все равно работает. Но сам аккумулятор, честно говоря, работает очень так себе. То есть я бы сказал, что он работает на четверку, может быть, на четверку с плюсом. Вот я пользовался этим смартфоном порядка двух недель, и смотрите, какие у меня были варианты. Смартфон проработал 19 часов, и из них 4,42 экрана, и осталось 8%. Смартфон проработал 11 часов, осталось 4% заряда, 2,59, я не помню, что я там делал, но, представляете, за 3 часа просто вылетел весь смартфон. 10% осталось, 13 часов проработал, 4,47 экрана. 16 часов проработал, 12% осталось, 3,59 экрана. То есть получается, что этот смартфон тянет порядка 5 часов работы экрана. Это очень так себе результат. Я помню, Samsung Galaxy S20 очень сильно не хвалил за такие результаты, и Galaxy S10, а тут в OnePlus и так. Это было для меня, честно говоря, открытие, потому что OnePlus был хорошо работающим смартфоном, но в прошлый раз. Понятное дело, что у вас могут быть другие результаты. Каждый использует смартфоны по-своему. Я много перемещаюсь по городу, у меня постоянно работает WhatsApp, Instagram, соцсети. Я постоянно пользуюсь смартфоном, у вас, возможно, будет другое использование. У других техноканалов тоже. У кого-то есть 6 часов работы экрана, у кого-то 7 часов. У меня 4-5-6. Обратите на это внимание. Следующий минус, который здесь есть, это камера. Несмотря на то, что здесь крутая камера от компании Sony, новый модуль IMX 689, несмотря на то, что здесь есть тройной оптический зум, здесь есть и минусы, все очень просто. Во-первых, давайте начнем с самого приложения камеры. Оно неудобно. Я бы сказал, что это прямо дико неудобно, когда тебе, чтобы поменять формат кадра, нужно идти куда-то далеко в настройки. Вот если взять Mi 10 Pro, зайти в камеру, и вам нужно, например, включить 4K, вы заходите вот в эту верхнюю менюшку, и здесь у нас смена всего. 4K, Full HD, 30 кадров, 60, все это меняется здесь. В OnePlus тебе нужно зайти в настройки, зайти сюда, в разрешение видео, и только здесь менять. То есть, а, тебе нужно подключать вторую руку, потому что ты не дотянешься одной рукой, б, ну неудобно. А если ты делаешь фотографию, и тебе надо сделать фоточку не 3х4 стандартную, а, например, для YouTube 16х9 картиночку, как ты делаешь это в Mi 10? Ровно то же самое. Наверху есть менюшка, ты нажимаешь, и здесь меняешь 3х4, 9х16, или полностью весь экран, то есть 19.5х9. Как это происходит в OnePlus? Точно так же неудобно. Идем в настройки, и здесь у нас есть соотношение сторон 4х3, полный размер и 1х1. Даже 16х9 нету. То есть, есть полный размер, это 19.5х9, а 16х9 нету. Это что у нас? Устаревший такой формат, им уже никто не пользуется. Я снимаю 16х9, это я типа old school совсем? Да, возможно, это так, но мне нужен 16х9. Плюс мне не нужно, чтобы он был засунут так глубоко. Ну хорошо, теперь давайте поговорим про камеру. Может быть это только интерфейс не очень хороший, а все остальное хорошее? Окей, давайте посмотрим фотографии. Посмотрите вот на эти фотографии, и вот на эти невероятные ореолы вокруг детей. Просто. Как тут работает HDR? Точнее так, он работает тут хреново. Раз фотография с ореолом, два фотография с ореолом, третья фотография вообще полностью непонятно как засвечена. То есть вы, когда будете фотографировать, вы будете всегда не знать, чем дело закончится. Да, тут были фотки, которые получились, но были также, которые и не получились. Вот с этим белым ореолом. И ведь это не только с этим сценарием. Вот еще фотографии, посмотрите. Посмотрите, какое темное пятно образовалось на лице ребенка. Потому что здесь сработал HDR. И он затемнил вот эту часть. Но сделал это как-то крайне криво. То есть, когда вы будете делать фотографии, друзья, их надо будет делать энное количество раз, чтобы она получилась хорошей. Всегда делайте 2, 3, 4, 5 фоток, чтобы все было окей. Ведь когда вы фотографируете, вы же не видите результат. Он появляется только потом. А ведь фотографирование людей это настолько важная вещь, что когда смартфон допускает такие ошибки, да, возможно, прилетит обновление. Возможно, это поправит. Но пока это работает именно так. Здесь можно установить Google камеру. Это хорошо. Правда, Google камера не сильно шибко тут хорошо работает. Я ждал, что, честно говоря, будет хорошо. А вышло не очень. Следующий момент, который меня очень расстраивает, это операционная система. Большое количество техноканалов говорят, что это лучшая операционка. Oxygen OS фантастически крутая голая андроид с небольшими настройками от OnePlus и все супер. Ничего подобного. Давайте поясню. Смотрите, OnePlus, а вот у нас Xiaomi. Большое количество людей пользуется темной темой. Ну, как минимум, а, для того, чтобы вечером глаза не напрягали, б, чтобы экономить заряд. И чтобы включить эту темную тему, должно это быть крайне просто. Смотрите, в Xiaomi опускаем шторку, здесь у нас есть кнопочка, черный режим. Включаем, погнали. Такая же история и в Samsung. Опускаете, здесь у нас есть режим затемнения, нажали, включился, работает отлично. А вот в OnePlus, здесь наверху, такой кнопки нету. И даже если вы захотите ее добавить, ее здесь тоже нету. Может быть, тогда надо зайти в настройки экрана и посмотреть экран. И тут тоже нету темной темы. То есть, темная тема находится вообще в другом месте под названием индивидуальная настройка. Вот сюда нужно заходить. То есть, я сделал 10 движений, чтобы оказаться и включить вот эту темную тему с нюансами. Ну, как так? Ну, для чего такой геморрой? Почему это должно быть так сложно? Следующий отрицательный момент касается разблокировки. Ну, казалось бы, 20-й год, OnePlus, передовой технологичный смартфон, разблокировка должна проходить на ура. Есть ведь сканер, четко пальцев, есть фронтальная камера. Все должно быть вот так вот классное. Окей, хорошо. Вот у нас лежит телефон, мы его берем в руку. Samsung бы уже разблокировался, Huawei бы уже разблокировался, Xiaomi бы уже разблокировался, потому что там есть настройка. Когда ты берешь в руку, он начинает сканировать лицо и разблокироваться. А здесь такого нет. Здесь надо обязательно включить дисплей. Включить дисплей можно либо клавишей, то есть нажимаешь, он включает, сканирует, все хорошо. Либо тебе нужно тапнуть по экрану, еще раз тапнуть по экрану, еще раз тапнуть по экрану, и тогда он разблокируется. Немножечко как бы геморрой. Возможно, я придираюсь. Да я бы не придирался, если бы я к выключенному экрану вот так вот прикладывал бы палец, и он бы разблокировался. А ведь этого не происходит, потому что разблокировка происходит только тогда, когда, образно говоря, включишь дисплей. То есть, когда дисплей выключен, трогай сканер, ничего не произойдет. Надо обязательно включить дисплей, и только тогда он разблокируется. Это же тоже неудобно, ведь у других смартфонов вот взять тот же самый Xiaomi, просто к выключенному экрану ты прикладываешь, и все у тебя хорошо. Тебе даже не нужно, чтобы Always On Display работал. В OnePlus этого нету. Ну и я уже сказал, не работает здесь Always On Display, нельзя сделать так, чтобы постоянно отображалось время, уведомления, поэтому только надо тапнуть, и тогда увидишь. А если телефон лежит в руке далеко, то ты уже этого не можешь сделать. И ведь это программная фишка, то есть это можно легко поменять настройками, но инженеры почему-то решили, что этого делать не нужно. Вот на самом деле вот таких костылей в этой системе огромное количество, очень много моментов, о которых ты спотыкаешься, о которых я спотыкаюсь. Вы, может быть, не будете спотыкаться, а я спотыкаюсь, и мне, честно говоря, это непонятно. Да, конечно же, этот смартфон очень быстро работает. Это самый быстрый смартфон, который я держал в своих руках. Этот смартфон выиграл у меня битву за самый быстрый смартфон. Там были все и iPhone 11 Pro, и Galaxy S20 Ultra, и P40 Pro, и Mi 10, и Pocophone F2 Pro. Этот смартфон выиграл у всех. Молодец, круто. Он не выкидывает приложения из памяти, он их держит. Замечательно. Здесь, ну, давайте парочку хороших слов, да. Здесь внизу, когда ты заходишь в режим многозадачности, очень удобно сделаны вот эти иконки. Ты всегда видишь, какие приложения у тебя справа, какие слева. На других смартфонах это нет, и мне это очень не нравится. Здесь есть вот такой жест, и ты попадаешь в меню защищенных приложений секретных, которые, кстати, можно запаролить. Здесь есть различные штуки, типа нарисовал буковку О, и у тебя включается камера, или, может быть, загорается фонарик. Это все штуки удобные, но вместе с ними есть очень простые косяки, которые мне, опять же, не очень сильно нравятся. Звучание. Говорили, что здесь очень крутое звучание? Да, оно неплохое, но по факту оно проигрывает, например, Mi 10 Pro. Вы можете прямо сейчас послушать, прозвучит моя композиция, если она вам понравится. Кстати, вот тут будет подсказка на нее, и внизу та же ссылочка. Переходите, напишите, пожалуйста, что думаете. Мне не очень нравится, как здесь организован рабочий стол. Мне не нравится, что здесь всего лишь 5 рядов. Я хотел бы, чтобы здесь было 6 рядов. Экран же здоровенный. И если взять, например, Samsung, посмотрите, плотность, с которой расположены ряды. Здесь по 6 рядов, и это удобно. В OnePlus 5 рядов. Понятное дело, что это очень легко лечится установкой лаунчера, там, можно установить Poco лаунчер, или еще что-то. Понятное дело, я в курсе. Мне хотелось бы, чтобы эта настройка была более гибкая. Тем более, что это же смартфон для гиков, он должен быть, ну, более гибким. Ты должен зайти в настройки главного меню. Здесь есть раскладка домашнего экрана. И выбирать не между 3 и 4 и 5, а, может быть, еще 5 на 6, как на других смартфонах. Это же все просто. Ну и апофеозом всего этого безумия эта цена. 70 с лишним тысяч рублей. У нас с начала июня 70 тысяч рублей стоит этот смартфон. Причем тут даже Алиэкспресс сильно-то не поможет. Камон, ребята, 70 тысяч рублей. Я понимаю, в прошлом году, когда продавался 7 Pro, этот смартфон стоил, пришел в Россию, я помню, 46. Я подумал, блин, как дорого. Тогда это было 46 тысяч рублей. Сейчас 70 тысяч рублей. До хрена вообще. Это, знаете, мне напоминает историю, когда вот есть BMW, Mercedes и Audi, немецкие дорогие бренды. И там машины по 6 миллионов, по 7, по 8. И тут же появляется какой-нибудь Hyundai или Kia, который тоже выкатывает своего флагмана, который тоже стоит 5,6 миллионов. И я такой, неужели есть люди, которые вместо BMW, Mercedes и Audi пойдут за эти же деньги и купят Kia? Нет, если есть такие люди, это, конечно, хорошо. Но я их не встречал. Короче, цена образования OnePlus'а очень странная. И я не уверен, что цена сильно-то будет падать по прошествии времени. Я не знаю, что будет, конечно же, в сентябре 2020 года, но пока в июне цена в 70 тысяч рублей это очень большая для этого смартфона. То есть, может быть, технически это оправдано, но по факту это смартфон, который ты положишь на стол и никто не поймет, что это за смартфон. А так или иначе, имидж имеет значение. Когда ты приезжаешь навстречу на BMW, на Mercedes или на Kia или Hyundai, тут, конечно же, в любом случае люди на тебя такие, чего? В общем, вот такое мое мнение по поводу этого смартфона. Безусловно, он классный, безусловно, он будет вас радовать, когда вы им будете пользоваться. Но вы отвалитесь за очень большую сумму денег. Я надеюсь, что если вы приобретете этот смартфон, он на любом случае вас будет радовать. Несмотря на это мое видео, вы будете получать от него удовольствие. Огромное спасибо за то, что посмотрели. Меня зовут Фил. Еще раз напомню, что скидка 1500 рублей при покупке свыше 50000 в магазине Kit Brand. Собственно, там, где этот смартфон я взял. Огромное спасибо этому магазину. Вам спасибо за то, что посмотрели. Ни в коем случае не болейте. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Это был Честный Блог. Всем спасибо и пока!